включить запись так значит хорошо давайте мы будем рассматривать ну во первых во первых что мне надо чтобы вы для начала давайте про себя про себя не надо возраст не надо так сказать личную какую-то ситуацию с этим будем разбираться я хочу узнать как вы что вы про себя хотите сказать что у себя какие у вас вопросы ну я их вижу но тем не менее скажем с 28 лет я более осознанно стала относиться в жизни у меня был такой период когда я чуть не потеряла ребенка и вот после этого я очень переосмыслила всю жизнь и ну скажем так более стала развиваться духовно интересоваться больше литературой разной вот и наполнять свою жизнь скажем более высшим высшим смыслом жизни я преподаватель и конечно я стараюсь чтобы мои ученики в университете умели умели мыслить умели находить ту концепцию в жизни которой им понадобится они просто там изучали какие-то предмет наверное было такое мое крада жизни такое вы преподаватели где в чем ну я 10 лет работала в университете во львове а потом переехала в киев и сейчас я не работаю а преподавала я международное право предмет такой есть во львове где в университете вы говорите до франка ну а я профессор львовского ставропедийского университета я знаю да там я тоже хотела хотела поступать там на психологический но у меня всего обстоятельств не получилось но я знаю такой университет да это очень хороший мир понятно как у нас сейчас секундочку просто у нас еще один человек подошел но это вон в очереди стоит это человек так ну давайте будем давайте будем мы с вами разбираться да галя нас подождет мы с ней поговорим чуть позже ну смотрите у вас очень неординарная ваша такая матрица скажем психоматрица так вы где сейчас проживаете в каком месте сейчас во львове сейчас на данный момент хорошо но дело в том что он так надо галя закрыть микрофон ваш так сейчас одну секундочку ждать пока вам но я вас сам закрою вот и мы сейчас побеседуем с оксаной а потом мы придем к вам поговорим у вас есть такие планеты которые ну серьезный в каком смысле у вас есть планеты которые как бы натуру вашу раздирают на части я бы так сказал а именно значит ну во первых вы родились 25 числа правильно без детали 25 25 это 2 плюс 5 это 7 7 это планета нептун или это планета кету в восточной астрологии но вы довольно давно наверное с нами правильно поэтому вы слушаете смотрите наши передачи мои передачи в частности посвящены как раз таки этой конкретной планеты если нет вы найдете да кто такие люди которые находятся под влиянием числа под влиянием планеты кету или разденные 7 16 и 25 числа вот как раз таки вы так вот у вас кроме этого у вас кроме этого есть совершенно другая другая значит система у вас в то же время есть луна луна и южный узел луны вот это две планеты вот это вот луна это так сказать но не материя интеллектуальная какая-то составляющая в то же время у вас есть планета марс и вот планета марс эта планета воинственная эта планета постоянных каких-то раздоров может быть да это стремление добиваться цели но в то же время это такая вы истинная планета наряду а луна до луна это значит на водное пространство луна рулит водой и как мы знаем на воде может быть море в океане могут быть различные всякие там штормы бури цунами и так далее и в сочетании с марсом это очень такая взрывоопасная обстановка да вот ну и в том числе знак скорпиона но на границе это предположим то у вас тоже такой зодиакальный знак достаточно серьезный и это в общем то знак вводный знак короче говоря но и вот нептун или кету это больше интеллектуально чем физическая природа и связано с большей части с психикой человеком то есть такие люди обычно я не говорю про вас я говорю про дату рождения да вот такие люди обычно они у них есть какие-то особые видения вот значит вот эти вот вот эти вот видения которые есть у людей они могут быть абсолютно разные могут быть какие-то галлюцинации могут быть какие-то ну то есть мы кажется что мы видим на самом деле нет и то есть так мы кажем так нам кажется короче говоря понимаете здесь очень такая странная несколько вот такая вот ситуация в данном случае у вас вот и сейчас одну секундочку мне тут звонят постоянно я просто напишу что я занят вот значит ну вот необычное такое сочетание и у вас постоянно и возникают какие-то чувства неудовлетворенности неблагополучие какое-то окружение не такое неблагоприятное и не уверен какая специальность еще специальность вы говорили а что вы считаете вам интересно больше всего мне интересно конечно психология мышление вот знания такие сакральные знания ну вот это как раз таки влияние планеты нептун но нептун это как южный узел или кету как южный узел луны это да это все понятно ну вот скажем ваши специальности могли бы быть какое-то вот связано с скрытыми какими-то моментами типа генетические скажем так вот если человек то его генетика химические какие-то процессы научно-исследовательская работа может быть и психолог да для вас подходит исследование какой-то механизма работы человеческого мозга допустим вот это ваша была бы неплохая специальность по возрасту вы еще вполне можете так сказать вот значит это если вы не изучали до сих пор то углубляться в эту специальность и становиться сегодня у нас видите мы с вами беседуем онлайн сегодня университет и все те специальности которые были все такое международное право вообще-то говоря мне не но я понимаю что то есть такая специальность наука но она абсолютно abs для меня она абсолютно условная она абсолютно какая-то демагогическая потому что что только право право кого чего право на что у каждого у нас есть право на то что слева и на то что справа понимаете это да но каждый человек и каждая тем более там международная какая-то страна берет себе право которое ей не принадлежит и вот это вы находитесь в украине соответствующие там происходят события вот каждый берет себе какое-то право поэтому это не вообще не специальность это кто-то в себе придумал и и то есть о чем идет речь в речь идет о том что это все будет меняться поэтому на вашем месте я бы вот отбросил все вот то что было тем более чтобы и не работаете у вас есть возможность когда начинать работу и это делать вот я беседовал прошлый раз беседовал женщины она проживает в израиле по моему она психолог и она онлайн дает консультации у меня есть знакомая с которой уже давно я знаком я сам был на ретрите где-то она там была на работе она москве проживает но это было в панаме допустим на принято то есть ее туда вызвали на работу и сегодня не надо никуда ходить и сегодня все онлайн можно делать то есть это ваша так сказать возможность такая да вот по поводу всего остального да то есть очень серьезная сверхчувствительность но я могу вам сказать что вам мешает глядя на матрицу или дата рождения могу сказать что вам мешает очень и очень серьезная такая особенность вашего характера то есть у вас очень сложный характер то есть это да ну знаете как опять же все назновения весны это такой характер мог бы принадлежать очень какому-то серьезному такому военному которые вот командирским голосом который говорит вот что надо делать и вы все выполняет приказы это приказной характер то есть это очень серьезная настойчивость это воля как говорится к победе приспосабливаемость в то же время каким-то условиям да но при всем при том это человек который стоит на своем пути со своим пониманием того что он видит и чувствует и это не всегда правда то есть это называется на санскрите называется майя или иллюзия то есть мы что-то видим да вот часто вот у меня есть знакомый она говорит ко мне подошел папа папа это бог теперь ко мне подошла мама то мама я не знаю ванка ко мне подошла эйнштейн ко мне подошла к ней все время кто-то приходит понимать вот бог сам к ней приходит и если мы не так будем себя вести мы будем наказаны но это совсем плохо потому что бог вообще никого не наказывает а человек в полном так сказать сознание и в полнейшее так сказать для него для себя для другого иллюзии о том что он видит бога понимаете вот здесь мы материальные существа и с богом мы не общаемся вообще-то говоря очень немногие кто мог могли бы общаться в историю с богом напрямую обычно через посредников каких-то это это в иллюзии мы можем находиться поэтому это надо принимать во внимание да то есть и у вас есть может не у вас но у человека с такой матрицей с таким характером есть желание и отомстить ну к примеру очень просто я же ну я постоянно это знаю вот они на нас нападают они агрессоры они убивают людей мы им будем мстить всеми мы их ненавидим всеми фибрами своей души мы их ненавидим человек человеку не друг а враг а почему потому что эта материя а если мы души тогда человека же убить нельзя душу убить то нельзя можно убить тело а по какой причине тело убивается это уже вопрос следующий вот если мы так будем друг друга ненавидеть а у вас в матрице есть такое и я если вы скажете что это не так то я вам не поверю внутри будет сидеть это конечно никакой радости от этого нету что то что происходит это понятно да но эмоции зашкаливают и это конечно очень многим будет непонятно потому что мы привыкли руководствоваться эмоциями и материей вот и все я много чего тут могу сказать но это у нас с вами и с одной стороны не консультация желание разобраться и помочь с моей стороны поэтому с вами беседую мое так сказать свободное время для того чтобы я помог не не более того вот у нас сегодня должно быть четыре человека то у нас у меня два человека два человека не удосужились даже написать я-то делаю свою работу вот как человек относится я свою работу делаю я трачу это время правильно у меня же много и обязанностей программ я это уделяю время совершенно безвозмездно и желание только лишь помочь да я не прошу ничего абсолютно я просто хочу давать почему два человека которые должны присутствовать здесь они имеют право опаздывать первое второе они вообще даже не сообщают они не являются хотя они сами попросились они сами попросились я провожу с каждым человеком анализ это это занимает очень серьезное время это энергия не просто так где-то там читаю я связываюсь с вами с вашей матрицы и пытаюсь разобраться в этом вот так человек ведет себя понимаете это его право нарушать законы и ваше право не верить мне допустим но это же не я и вы или не россия и украина нет это душа и это бог поэтому вот это самое главное так это по поводу характера да значит что можно сказать еще по вашему поводу ну давайте посмотрим здоровье ну так могучего такого организма нету но у вас есть проблема все с вашим характером поскольку вы хотите чтобы было так как вы хотите у вас есть четкая привязка к месту где вы живете абсолютно четкое понимание этого процесса и если это не так у вас наступает очень серьезная скажем так эмоции и вот эти эмоции могут вам повредить в умственно психическим плане то есть это будет перегрузки если вы только не подберете правильно скажем в том числе диету и свою 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 реакцию на то что происходит тогда будет вам сложно по вашему так сказать продолжение того вот на вашего программы жизненного пути будем так говорить вот ну что еще это по поводу здоровья по поводу финансов примерно да то есть у вас есть возможность получения каких-то действительно материальных финансового успеха да у вас есть но к примеру если вы будете заниматься наукой туда в правильном направлении это не то направление где вы специализировались преподавали ну понятно сегодня там все преподают и они преподают это ну поскольку ну вот предмет есть предметы все но этих предметов не будет если они еще сейчас есть в будущем их не будет вы совсем другие предмет вот что еще так по поводу скажем по поводу того что у вас у вас есть какая-то ситуация связанная с поличным каким-то проблемам но по семье короче говоря у вас что-то вы подбирали наверное своего избранника достаточно долго и не уверен что подобрали его правильно как в этом плане у вас не могу сказать что долго я 23 вышла замуж но здесь я бы сказала что-то наверное кармическое кармическое да вы с этим с вашим избранником или нет да да вы с ним продолжаете вот как вы вышли замуж 23 года так и есть да да но у меня ощущение что кармическое мост кармическая но как-то как-то не знаю или до 23 лет у вас какие-то особые требования к такому человеку к этому человеку ну если это кармическое это единственный вариант потому что во всем остальном такие люди если они рано не выходят замуж ну женщины то это затягивается надолго если это кармически то это единственный вариант тогда у вас все здорово все замечательно и он должен по идее вас поддерживать но характер у вас достаточно это надо ему больше кредитов отдать я правда не знаю мне нету данных по нему но если вы так сказать сумели сказать рядом чтобы он шел и он идет рядом то поздравляю это действительно кармические вещи кто-то должен кому-то уступать я сомневаюсь что вы ему во многом уступаете наверно он вам я ему тоже выступаю тоже уступаете ну значит тогда два сапога как говорят пара ну хорошо здорово здорово замечательно значит смотрите у вас очень хорошая энергия но у вас по здоровью но еще раз связано с перегрузками чтобы я допустим посоветовал вам надо энергия хорошая но здоровье от природы не самое скажем так сильное поэтому вы можете забирать вот это вот ваши физические силы и умственные силы забирать у этой энергии и тогда скажем более позднем возрасте часто вам еще совсем немного лет и это на уровне имейте ввиду что сейчас судя по тому сколько да у вас сейчас наступает период в следующем году восемьдесят втором году да то есть в 2023 сейчас скажу 23-м году да у вас наступает момент открытия очередной чакры то есть это будет серьезный год для вас поэтому так сказать готовьтесь к этому не в плане плохом а в плане реализации потому что это будет достаточно год после чакра открывается как мы знаем да раз в семь лет и у вас как раз вот вы на этом рубеже находитесь вот это возможно вот такая ментальная скажем зрелость человеческая которая позволит вам приобрести какие-то серьезные вещи что еще вы для общества вы для того что у вас есть чувство долга есть очень хорошо все все работает денежные эгрегоры есть у вас только интеллектуальная составляющая все же нас меньше чем ваш характер характеру очень очень сильно но и очень так сказать такой жесткий вот все остальное это все то что я вам могу сказать предназначение души предназначение души нет ну и она есть такое понятие предназначение души но душа есть только одно предназначение возможно вы не так выразились точнее невозможно вы не так выразились душа это любовь другой душе независимо от национальности от поведения и других вещей вот профессиональная деятельность ваша именно психология да то что вы и хотели бы на украине война и без работы все правильно все понятно но это ваш выход то есть вам если у вас есть навыки если у вас есть способности то даже вот центр сангей смотрите в принципе при желании это если те люди которые смотрят в принципе можно найти или в других подобных центрах можно найти применение очень легко то есть людей много надо взять людей сюда больше направлять чтобы создать ну больше и больше и грего позитива вот и там если преподаватели и студенты все есть пожалуйста нет абсолютно не мир сколько угодно обратитесь покажите у вас есть курсы допустим какие-то и разработайте свои какие-то курсы пользуясь своими способностями у нас есть специалисты которые могут помочь перейти поучиться возможно да к ним для того чтобы стать преподавателем то есть всегда пожалуйста вопросы с папой связь у вас нормальная да папа нормально с мамы ну с папой лучше с мамой нормально вот с папой лучше я просто понимаю с полуслов понятно ну хорошо вопросы есть еще нет вопросов нету я просто хочу сказать что я была таким ребенком очень ну за меня все решали и наверное потом когда я поняла что так жить уже нельзя я просто работал очень много над собой вот да вы хорошо говорите мне наверное может более не мстиво но просто мне хочется как бы не доказать а просто показать ну вот ну я понимаю что истина тоже есть у каждого своя вот просто а так я ну вот этот мой характер всегда проявляется к науке более и в силу того что я много ездила по стране да было наверное жестко потому что это был порядок и надо было все держать с моим ну как семью порядок был такой просто дети муж смотрите девочки они мамины в данном случае вы ваша бабушка жива мамин папина мама да ну я уже немало лет 80 как у вас бабушка нормально у нас ну я первая у него . да она как вы считаете жесткая по характеру но наверное да она содержала муж был болен у нее и она содержалась вот видите вот мы сейчас дошли до бабушки почему потому что папа ваш гораздо слабее чем вы по характеру и вот в данном случае как раз таки но в этом отношении как говорят там дети отдыхают там или кто-то родители отдыхают то есть у вас значительно сильнее характер и возможности у вас значительно больше значит и вам сейчас дано вас пришло первое это от бабушки во вторых это пришло в противовес тому что папа был но мама наверное тоже посильнее все-таки по характеру да мама посильнее здесь должна быть видите гармония двоих двойственность должна быть не может быть один перевешивать другой если один перевешивать сильно другого тогда у них не будет вместе должна быть гармония да если не считать что это кармическая я бы не сказал что в данном случае кармическая поскольку она вот то что вы что рассказываете она отвечает да но вам по судьбе надо было встретить вашего нужно чтобы сгармонизировать отношения вот эти и вы ему уступаете он уступает все отлично все хорошо но здесь теперь все стало на свои места как я это вижу поскольку именно именно так я и представляю поэтому задал вопрос именно папина мама они скажем мамина мама то есть вот ваша бабушка почему вот именно вот такая вот как бы шахматка идет хорошо оксана все тогда если у вас будет вопросы вы пишите в центр сангейс вам ответят и возможности всегда есть и помогать вы знаете мы всегда помогаем поэтому благодарю вас мне было очень приятно и благодарю вас все тогда мы вы можете выйти из чата да да хорошо значит мы закрывали закройте вашу камеру да вот все и мы приглашаем галю галя здравствуйте да вот галина анатольевна правильно да да окей значит это вы ну хорошо данные у меня ваши есть да но давайте у нас есть такое как бы правило вы про себя расскажите не обязательно сколько вам лет я и так знаю другим это не обязательно а вообще вот как проходит жизнь что вы как вы себя ощущаете ваши направления какие ну начну с детства наверно слышно меня да все нормально в детстве в общем с детства я была трудоголиком 7 лет я захотела научиться вязать крючком и в девять лет я уже вязала маме костюм и крючком то есть это кропотливая работа которая я например пыталась своих детей вот сейчас научить современные дети для них это сложно а я вот такая вот у меня была натура позже это проявилось в том же самом когда я закончила образование пошла работать практически всю жизнь и работала на двух работах это не потому что не было там мало денег ну потому что вот это такой был бы образ жизни вот жизнь проходила так чтобы гладко не скажу были несколько таких подбивающих моментов меня очень сильно я имею ввиду эмоционально то есть например там как в анекдоте измена первого мужа вот с анекдота которая меня сразу научила относиться на всю жизнь по другому к отношению к мужчинам и наверное я благочит сейчас я благодарна этой ситуации на самом деле потому что она сразу мне дала большой урок вот с детьми когда уже вышла замуж второй раз и захотела осознанно детей тоже не сразу получилось тоже была первая неудачная скажем так беременность для меня это было дикое такое депрессивное состояние то есть я даже не могла выйти на улицу вот настолько было мне плохо но как то я так раз-раз через два месяца после этой ситуации забеременела повторно хотя врачи или говорили что через пять лет и благополучно родила ребенка потом второго ребенка то есть как бы осознанно и моя вся деятельность такая моя скажем так энергичная деятельность пошла в другое русло теперь я начала давать своим детям максимально то что я считала им нужно то есть водитель там две музыкалки там на спорты ну то есть моя мама всегда говорила зачем ты проживаешь жизнь за своих детей ну то есть нельзя так надо им давать все таки больше свободы я к этому пришла спустя какое-то время я отпустила но мне всегда казалось что я могу как-то изменить этот мир лучшую сторону чем-то ну вот после последних событий на фоне там стресса я сейчас приболела и как бы у меня вообще пошел такой разрез сознания я не знаю что правильно я очень благодарна вам майкл я послушала вашу передачу и это я писала там вам комментарии за то что спасибо я убрала полностью ненависть ко всей этой ситуации и но взращивала в себе только хорошие чувства и сейчас стараюсь на это все смотреть со стороны как бы да 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 это ситуация ну сейчас я не в украине нахожусь я выехала на лечение а вообще я с украины да вообще из украины вот да 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 вот поэтому я бы какой у меня вот сейчас вопрос я конечно много молюсь сейчас я благодарна вам за эту защитную мантру я ее слушаю каждый день несколько раз в день то есть я считаю что ну это вот то что мне может сейчас помочь у меня уже началось лечение то есть это тоже я считаю результат ну как мне кажется этих молитв мантры и то есть ситуация складывается в более благоприятную для меня сторону ну по крайней мере мне хочется в это верить скажем так но я понимаю что где-то все таки я какие-то допускала такие серьезные ошибки знаете как благими намерениями ушла на дорога в ад и вот сейчас я хочу просто пересмотреть свое мировоззрение и попытаться разобраться в себе что не так что где ну в общем где допустила такие серьезные ошибки что получить урок который сейчас я прохожу галина я вас понял значит давайте я понял значит давайте мы посмотрим до исходя из того что вы говорили вообще на сказать что у вас от природы матрица ваша материально мы говорим значит смотрите проект называется но нам номера логе обскал психология больше души до что номерология души и психология психология подходит к этой степени да только если мы говорим душа то мы говорим о духовном мире 2 на мере есть абсолютно все то же самое кстати да это не то что там души нету но они качества они просто духовные качества поэтому нам трудно понять поскольку мы там были когда-то конечно же но это было очень давно мы этого не помню так вот ваша матрица материальная матрица она достаточно гармонична по отношению многим другим единственно что вам мешает и вызовут что сейчас это уже подтвердили это ваш антагонизм по отношению к чему-то который не соответствует вашей идеологии будем так говорить то есть у каждого из нас есть свое отношение к тому что происходит вокруг вот это все называется есть понятие эго эгоизм но у нас она слишком примитивное понятие это поскольку она но я потасал на плоскости лежит потому что кроме плоскости есть еще там скажем 3d до 3d и вот это совсем другая вещь почему и года то есть человек который заботится только о себе и ни о ком другом ему до лампочки все стране да вот это называется эгоист он подчинен своими какими-то вещами но есть понятие ложное его это тонкие материи тонкий механизм или тонкие тела которые я вокруг нас вместе с нами сущую существует просто мы видим наше тело там зеркале где-то на экране физическое тело грубое тело называется тонкие мы не видим поэтому понятие ложное эго это означает причисление себя к чему-то то есть вот мой эгрегор это мои близкие а если человек женщина в данном случае она выходит замуж да а это с одной стороны это родной человек но с другой стороны это не кровь верно это другая как бы кровь и другой эгрегор и поэтому конечно ближе ближе ведь родственника ты уже никак не поменяешь родителей ты не можешь поменять правильно ты можешь поменять только своих супругов вот это ты можешь поменять с одним развестись там допустим выйти замуж или жениться на другой это можно да но с родителями ты не разведешься никак с братьями и сестрами ты никак не разведешься поэтому тут эгрегор гораздо более сильнее а этот уже такой же но второстепенный но человек причисляет себя кому-то к чему-то вот то что то вы сейчас рассказали вы это и есть вот это вот ваше несоответствие или жесткость неприятия атмосферы она не сильно так сказать большая но она по сравнению с интеллектуальной составляющей вашей да вот умственная она сильнее и вот здесь конечно это идет дисбаланс кроме этого вот я проанализировал карты вашу я могу вам сказать она может быть незаметно но здесь есть очень и очень серьезное соответствие с тем что с вами происходит с вашим папой вот это потому что цифры они полностью соответствуют то есть о чем идет речь вот интересно что вы начали свой путь жизненный путь есть жизненная программа жизненная программа у вас характеризуется я редко это вот говорю вот сейчас но и вам это будет непонятно здесь надо просто разбираться не консультация это просто желание я уже говорил вот с оксаной мы беседовали разобраться допустим человеке и помочь ему каким-то какой-то степени дать понимание помогает сам спасение утопающих знаете дело рук с вами . да так вот в данном случае в данном случае допустим ваша жизненная программа характеризуется серьезными испытаниями это тройка тройка это желание учиться и желание обучать вот но тройка это и испытание это очень тяжелое испытание тем более что у вас число состоит вот это число из тридцати я сам знаю поскольку я сам тройка я знаю как это работает по себе то есть на долю таких людей выпадает ну у вас другая я просто родился так вы у вас другая конфигурация допустим какие-то дополнительные числа они такие но испытание которые выпадают на долю этих людей они достаточно сложные вот вы сейчас это подтвердили у вас есть какая-то болезнь вы болеете вы выехали на лечение и это именно с этим но у вас а вы начали свой жизненный путь с числа 8 8 это сатурн а сатурн отвечает причем здесь есть и луна и венера и вот число 26 так которую сумме дает 8 это очень серьезное число 26 так вот ваш папа ваш папа а число его жизненной программы вот у вас троечка а у него восьмерка там где вы родились да а а его число жизненной программы 26 или тоже 8 вот здесь есть я просто я просто знаю чем я говорю вы может не знаете но вам изнательно не надо мы сейчас же не на консультации находимся ну вот а то есть надо искать причины каких-то вопросов и проблем вот в отношениях с отцом вот вы мне сейчас скажите у вас отношения но мой вы можете не помните понятно редко помним наши там юные годы ранние годы совсем тем более детские как у вас отношения с смотрите с детства я помню у меня остались такие яркие ощущения как отец держит меня на коленках и качает на коленках говорит там ты галечка то моя любименькая все это такое мало того что я помню ощущения метки воспоминания яркие как отец ведет меня в детский сад он как бы был военным он такой серьезно одетый с дипломатом когда я рассказывала это маме своей мама мне сказала слушай он тебя один раз за все время в детский сад сводил но у меня я ни разу не помню как меня водила мама а вот то что меня папа отвел для меня это было ну просто важно папа и не особо никогда не принимал сильной жизни участие в моем жизни то есть я имею ввиду морально там ну вот у нас не было такой близкой духовной связи но он всегда стоял на моей стороне то есть если допустим говорила маме там маме что-то здесь дискомфортно что мне делать мама говорила то потерпи ничего страшного потерпи все терпят то отец сразу говорил нет уходи со всех ситуаций которые тебя не устраивают сразу уходи все ну такой вот с виду мягкий но достаточно жесткий ну вот как то так я понял папа да да папа жив папа же папа же то но у него очень хорошее здоровье энергия просто зашкаливающая я даже не видел не весь я бы не сказал что он предназначен для военной службы у него слабенький характер мама значительно сильнее по характеру значительно семье то процент папа у вас был то есть есть папа у вас миротворец вообще-то говоря он улаживаются ли конфликтных ситуаций различных но связи такие да не было поскольку наверное было то есть не было времени общения просто не было времени общения у него не было времени скажем так на семью он военный долго ну в советском союзе ну когда там не до 45 лет он пошел на пенсию 45 лет как военные уходили нет он был он был майором но штабе связист то есть вот для штабиста он подходит да 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 он не командир вообще никак не не да то есть абсолютно он не командиры наоборот его очень легко подчинять у нее очень слабый характер вообще-то говоря для мужчины у него слабый характер но у него некоторые составляющие да у него не хватает многих там каких-то вещей и вот если брать допустим вас по сравнению вас все как раз таки и целеустремленность у вас замечательно коммуникабельность у вас прекрасная вы сходитесь со многими людьми то есть вы должны быть так сказать душа компании если вы захотите да это правда вот у вас есть совершенно четкое понимание что вы божественная структура божественная природа вас есть вот все все хорошо по здоровью у вас до здоровья видно что у нас у вас слабенькое здоровье в принципе она есть но какие то есть проблемы склонность во первых полноте и наверное и какие то есть проблемы сердеть сердцем и верхние отдыхательные пути вот где-то так это это так есть почему вы больны и что и что здесь происходит конкретно я не знаю мне трудно сказать вам надо на эту тему наверное беседовать с другими людьми пши я не по этой части скажем так я больше по психологии так как мы знаем вот у вас есть вопрос по именно по финансам у вас нет вопроса да у вас в принципе с финансами все в порядке да да сюда в денежных делах вообще не должно быть проблем нет проблем до замуж ну не самая сильная составляющая семейная поэтому она видно да у вас и у вас второй брак то вы говорили но принципе это да видно но дело в чем дело в том что вы слишком рано наверное первый раз вышли замуж да вот вам это не рекомендуется то есть таким людям с вашей с вашими так сказать планетами пусть и так говорит не рекомендуется ранний брак поэтому люди когда выходят вот вы ранний брат то у вас меньше шансов или их мало шансов на продолжение этого брака поэтому собственно говоря вы как раз таки подтвердили это для вашей конфигурации значит ваша вообще-то говоря занятость а чем вы по жизни занимаетесь какая у вас специализация я врач-стоматолог называю ее кружок очумелые ручки мне нравится что-то делать красивое мне нравится радовать людей мне нравится когда люди радуются результату не нравится спасать человечество от боли от всего ну то есть мне нравится я реально получила получала удовольствие от своей профессии вот сейчас конечно я на перепутье потому что ну вот это состояние здоровья которое сейчас у меня вряд ли я смогу вернуться к деятельности полноценно потому что ну то что мы сказали верхние дыхательные пути сердце именно в этой области меня проблема так ну я вас должна разочаровать вообще-то говоря просто довольно ну ничего не бывает поздно но это не ваша скажем специализация в которой вы работаете вы не по специализации вы не не должны быть врачом о не должны быть врачом то есть ваша в общем-то сегодня деятельность должна проходить в области артистизма то есть вы очень должны понимать вот эти вот вещи то есть скажем так не знаю музыка вы знаете вы не поверите но я когда участвовать случилось это сложная ситуация знаете у меня первая мысль возникла которая она возникла что сейчас я подлечусь чуть-чуть выздоровлю все нормально я просто хочу заниматься музыкой я достаточно музыкальная и дети пошли меня просто на меня не было ну то есть не времени развивать это но вот сейчас я просто у меня к этому ну я тебе пообещала что ну почему же я не поверю если я вам это сказал так я уже знаю об этом на тебе сказал да но это вот ваше и есть предназначение я хочу сказать возможно многие не знают этого но первое вам надо уйти с вашей работы болезнь это вам предупреждение о том что ну по возрасту вам не так много лет скажем чтобы не изменить вашей специализации совсем немного лет вы точно также находитесь какие вот предыдущие или я уже да я вам говорил в следующем году у вас будет скажем переход ну кармическая зрелость там некоторые это называют так далее то есть открытию чакры но дело в том что болезнь в данном варианте в данном случае она предрасположенность и ваши родители конечно этого не знают это большой минус нашим родителям нам которая понятия не имеет для чего появляется дети и каковы какой их жизненный путь всего лишь по одной элементарно простой причине они не хотят или не верят это не имеет значения в такое вот в такой есть такие науки как астрология нумерология да и и самое главное просто какой-то полный нонсенс они деньги на это жалеют как это так вы мамы папы губите своих детей это один шанс из ну 100 наверно да когда они сами то есть вы их обрекаете на какой-то их интуицию то есть вы не даете возможности разобраться вы не даете шанса никакого то есть я вы их водите куда угодно только не туда куда надо как правило редко попадает попадает на редко да вот данном случае вас родители должны были вести совсем другое направление и болезнь вам предупреждение во первых чтобы вы знали я не знаю знаете ли вы или нет зубные врачи имеют по статистике самую большую смертность среди вообще всех врачей то есть почему знаете почему не знаете потому что на зубах находится зубы это карма а вы лечите зубы вы берете на себя карму то кошмар пациентов да вы с ними имеете то есть раньше во все времена да значит когда выбирали допустим рабов допустим до открывали рот и смотрели и зубы насколько они здоровы это показатель человек здоров или нет сегодня у нас но в большей части конечно к сожалению в россии вот значит люди дают себе право выступать на площадках где-то там где их видно без зубов никуда это годится это надо привести в порядок во первых это плохо во вторых это человек не заботится о своем роде о своей карме да какой бы он ни был это не годится и вот здесь вы с каждым человеком каждый человек он болен да когда выбирали коней лошадей выбирали да тоже откуда смотрели на их зубы значит лошадь или рабы это показатель здоровья показатель работы то есть это если у них плохие зубы их просто никто не покупал этих рабов и все да и лошадей никто не брал ну вот именно поэтому но это такое значит простенькое объяснение а главное что это вот ваши поэтому это денежная профессия понимаю да это хорошие с деньгами но это не ваш путь то есть ваш путь лежит в артистизме ваш путь лежит в вот в этой деятельности там музыка особенно опера кстати да ну конечно оперная певица стать достаточно сложно но они боги горшки горшки обжигают можно выучиться достаточно просто и преподавать знаете олимпийские чем то есть воспитатели тренера воспитатели олимпийских чемпионов не обязательно должны быть олимпий сами олимпийскими чемпионами это у людей бытует такое мнение если ты а ты что олимпийский чемпион не хочу что воспитываешь как ты мог но есть да есть дар преподавания не обязательно надо быть всем на разные планеты понимаете вот то есть вы родились под влиянием шестерки 24 24 2 плюс 4 это 66 это венера это творчество я понимаю что вам нравится специальность как просто это действительно да это искусство правильно хорошо лечить зубы я не спорю да кто-то должен это делать но в вашем данном случае как раз таки это другой вариант есть люди которые до врачи есть люди которым да надо это делать и не обязательно они рано умрут нет но это не вашем случае поэтому вам природа или жизнь вот показала вот такую вещь вот поэтому вам надо подлечиться видите все соответствует тому что как раз я сказал и верхние дыхательные пути и сердце это связано с вашим папой и надо разбираться значит вам надо вылечиться для начала это такие вещи когда знаете как ну человек лежит уже так сказать а ему говорят и плохо себя вёл проповедь ему начинает читать да а он говорит мне больно дайте мне чего-нибудь такое он говорит мне травки надо было пить понимаете но пенициллин надо давать понимаете который как раньше там давали потому что это а потом можно разбираться с тем что происходит или антибиотик допустим до сегодня но это есть но временное решение задачи но одновременно надо решать и глобальная задач поэтому временное вам надо справиться с вашей болезнью а как справиться с болезнью вам надо взять и ну есть варианты за что отвечает какие планеты отвечает за наши органы и системы вообще так говоря это уже высшая математика будем так говорить понимаете потому что какой доктор он будет вас лечить но примитивными способами да ну вот разве он будет вас лечить за то что я вам сейчас сказал о том что вы неправильно по профессии работать ну так будет вас лечить поэтому это все временные какие-то ну послабление временное решение проблемы по сути но то если вы не измените образ жизни не измените ваш так сказать вашу программу да потому что вы родились такой программой но вы пошли не скажем не по тому пути программа меняется понимаете сценарий написано вы начинаете менять и вы отклоняетесь правильном пути чем больше отклоняет тем больше тем труднее вернуться туда поэтому на каком-то варианте вот то что мы сейчас нам беседуем это уже путь но надо более серьезно надо не бояться брать консультации если у вас есть возможности берите их берите учитесь детей тут точно то же самое у нас есть детский канал безвозмездный вообще-то говоря благотворительные да но не надо бояться отдавать деньги за консультации и тем более на благотворительность это поможет это изменение менталитета и решение болезни решение болезни в том числе все понятно да да понятно лёля майкл спасибо вам большое я в общем-то подтвердила то что к чему я пришла даже сама ну вот вы мне подтвердили все даже не зная моей истории это конечно заслуживает огромного уважения вам и вашим знанием вашей бескорыстности да я очень вам благодарна спасибо большое я конечно буду вас просить если возможно не двое деток я хочу заказать полноценные консультации по поводу их пути чтобы я все-таки по поводу своих детей ну вот смогла их правильно направить а по поводу канала сангеец дети я подписана и детям своим рекомендую то есть процесс идет замечательно замечательно ну по всем вопросам вы знаете куда писать да так не занимаюсь я не отказываю правда я никуда никого не зазываю не призывай это очень важно еще раз я вам очень благодарна если вы вам надо будет что-то более так по серьезному вы напишите просто центр сангец и там ну там с ними да вот хорошо хорошо спасибо вам большое всего доброго всех благ всего доброго до свидания так дорогие друзья ну все наверное все да у нас больше нету наших сказать кандидатов на такое общение ну значит вот это мне непонятно еще раз я в начале программы говорил как это так значит вы не бережете труд других людей ну ладно я-то ладно но так нельзя вы для себя для меня ладно как-то знаете как но вы должны понимать что если вы назначены вы сами попросились вам назначили день и вы даже не отписали что вы не можете так нельзя делать это для вас нельзя для меня я так сказать делаю свою работу я понимаю что всякое бывает но информация должна быть понимаете так принято так принято в цивилизованном мире это менталитет цивилизованного человека понимаете не важно на какой территории вы живете я имею столько примеров к сожалению обратного да когда чужой труд не ценится вот в цивилизованном мире принято ценить труд человека это называется репутация человек который не соблюдает точно свежливо с королей знаете короли они не случайно становились королями они обладали качествами вот поэтому это тот самый путь который ну путь нашей души путь программа наша если вы отклоняетесь от этой программы отправил но тем не менее я рад нашему так сказать общению дорогие друзья у нас сегодня пятница отведенные те люди которые не пришли они потеряли свою очередь теперь уже я их принимать не буду но у нас есть еще люди которые попросились вот это на такой разбор у нас отведенное вот я отвел на это время несмотря на всю свою занятость пятница суббота воскресенье так что завтра-послезавтра будет еще вот у нас такие встречи хорошо всего доброго до свидания